И всем привет ребят, с вами мистер Ванька и сегодня я наконец-таки записываю новый видеоролик, довольно-таки долгожданный видос, который многие ждали уже давным-давно, многие меня постоянно везде спрашивают, как я думаю, кто вообще по моему мнению выиграет межклановый чемпионат и уже вот так сложилось, что до последнего я тянул, до последнего я не мог найти время, дабы записать данный видеоролик, ну и наконец-таки это все дело свершилось. Сегодня у нас на момент записи данного видеоролика имеется 10 число, 10 января, через 3 дня уже начинается финальная стадия межкланового чемпионата, ну и конечно же сегодня я готов поговорить именно о данном событии, рассказать свою наверное точку зрения по этому всему поводу, как я вижу, как пройдет данный межклановый чемпионат, уже его финальная часть, кто выиграет по моему мнению и за кого, если вы еще не купили. Краску стоит ее конечно же приобрести. Не для кого наверное таки друзья не секрет, то что имеется у нас в этом турнире, ну грубо говоря два фаворита, да, то есть они явно выделяются на фоне четырех команд и никто с этим не поспорит, то что пингвинов и Этернити явно можно отделить от Гоупро и Констат. Это определенно какой-то другой уровень и явно этот уровень у этих двух команд намного выше чем у Гоупро и Констат повторюсь. Поэтому сегодня наверное таки изначально я сделаю свой выбор, потому что это тот аккаунт, на котором еще я не покупал ничего и к слову давно у нас не было записанных видеороликов вообще на данном аккаунте. Я куплю краску и уже постепенно в каточке расскажу свою точку зрения. Почему я делаю выбор именно такой, почему я не покупаю краску за кого-то другого и почему мой выбор идет в пользу команды пингвинов. Давайте запикаемся, ну и начну я наверное таки с того, почему уровень двух команд, я имею ввиду Этернити и Пингвинов, намного выше чем у Констат и Гоупро. Все довольно таки просто, что касаемо скиллозависимости данных двух коллективов, здесь уже говорить не о чем, там довольно большое количество игроков, которые занимали постоянно призовые места и они в общем и целом выглядят намного сильнее и намного круче. При том раскладе то, что пингвины, что Этернити всегда могут выстрелить в плане той команды, которая может сыграть реально на опыте, реально скиллозависимо еще что-то интересное придумав и за счет этого потянуть конечно определенные свои моменты и выиграть бой. Что касаемо констапов, что касаемо Гоупро, у них ну нет такой возможности, да, это две команды, которые являются ну в какой-то степени новичками, не сказать что плохие игроки играют в данных двух коллективов, но все же они выглядят явно послабее, при том раскладе то, что большинство игроков являются ну мало известными в нашем киберспорте и для них это первые большие турниры, да, за исключением там некоторых игроков например в тех же констапах. В общем и целом это мало известные игроки, у которых шансов на победу ну наверное минимальные, да, то есть там шанс 5% может быть какой-то имеется у игроков, но явно не более. И сравнивать например тех же констапов или Гоупро с Этернити с теми игроками в чьем коллективе вообще имеется просто нереально большое количество талантливых игроков, как и соло исполнителей, так и командных игроков, которые умеют вытягивать большие крупные турниры на протяжении уже довольно большого количества времени. И ни для кого не секрет, что в пингвинах, которые в этом году вообще по сути весь год доминировали, что в Этернити имеется колоссально большое количество годных исполнителей, которые наверное таки по всем показателям могут превосходить своего оппонента. И сказать, что у Гоупро и констапов нет абсолютных шансов, я конечно тоже не могу, но они явно меньше. Теперь уже давайте перейдем к тому, почему мой выбор падает не на Этернити, а именно на пингвины. Пингвины это та команда, которая в этом году, если я не ошибаюсь, не проиграла ни одного турнира. Начиная с МОДСов, Лайтсаммеров, ТОФов и прочих дополнительных турниров, которые проходили в этом году, даже если мы посмотрим на ТОФ Трио, даже в этом турнире игроки коллектива Пингвины занимали призовые и победные места во всех турнирах. Сейчас у нас МЧ проходит в трех форматах, это Лайт, это Медиум и это Сетапы. Победитель Сетапов Пингвины, победитель Лайта и Медиума, а именно турнир Доминейшн Серис, победитель тоже Пингвины. И говорить, что у ребят в данном межклановом чемпионате меньше шансов, чем у других, я просто-напросто не могу. Явно имеется доминация данного коллектива. Да, может быть и ребята в себе более уверены, понимают, что у них и у самих шансов больше, они не чувствуют противника. И после того события, когда нас сняли с турнира, даже были игроки, которые говорили, что, блин, жалко, что вас сняли, не будет определенной конкуренции и нам будет чересчур легко выиграть данный турнир. Я с этим в какой-то степени согласен, потому что имеются какие-то заделы, провалы у Этернити, не все игроки отлично понимают, что они делают на карте и сам я замечаю, что все же имеются у них ошибки и за счет этого они могут вообще просто-напросто проиграть турниры, даже там не то, что занять второе место. Они могут вообще его, по сути, проиграть и ничего не добиться в этом межклановом чемпионате, даже несмотря на то, что в прошлый турнир они выиграли, они выиграли заслуженное первое место. К слову, я там каким-то боком оказался в данном коллективе, сначала это была какая-то такая случайность, но дальше уже разыгрались. У нас получилось выиграть этот замечательный турнир, но вот в этом году мне кажется, что у Этернити шансов намного-намного-таки меньше, чем, повторюсь, у коллектива Пингвин. По сути, превосходит противника во всех компонентах, в каждом формате и на протяжении всех групповых стадий Пингвины в очных своих встречах, если я в очередной раз не ошибаюсь, не проигрывали Этернити ни одной встречи. То есть у них были какие-то осечки на других оппонентах, но что касаемо игры против Этернити, то есть Этернити против Пингвинов, там у ребят все было довольно-таки комфортно, они нагибали, у них все получалось, и я, честно говоря, не знаю, что им может помешать и что должно пойти не так, чтобы они не смогли выиграть данный замечательный интереснейший турнир. Сейчас у нас произошли трансферы, Пингвины усилились смаководом, не знаю, конечно, поможет им данный смаковод в этом турнире или нет, но в общем и целом усиление явно имеется налицо в Этернити, безусловно, тоже есть отличнейшее усиление в виде нагибатора на Овете Смергеляне, но, грубо говоря, закрыть все позиции один игрок явно не может, и даже при всем уважении моем к Овете Смергеляну я, конечно же, скажу, что один игрок не может зарешать все и не сможет выиграть турнир в целом, поэтому, наверное, таки отдавать предпочтение Этернити в данном случае как-то глупо, и говорить вас, заводить в какое-то определенное заблуждение, говорить, что пингвины слабые, говорить, что пингвины не смогут выиграть турнир, это, наверное, в какой-то степени глупо, поэтому здесь уже стоит не то, что недооценивать, да, Этернити, надо просто определенно понимать и расценивать полноценные шансы коллективов, При том раскладе то, что в пингвинах сейчас, наверное, являются самые стабильные исполнители своих ролей в команде. Ну и определенно, когда еще у тебя усиливается коллектив нужными позициями перед межклановым чемпионатом, сейчас на трансферах, то тяжело сказать, что может им помешать вовсе выиграть данный замечательный турнир. Поэтому я думаю, что у них должно все складываться довольно-таки просто и налегке, и можно так сказать на изи каточке данная команда, данный коллектив должен выигрывать в данном турнире. Поэтому я целиком и полностью ставлю на первое место пингвинов с тотальнейшей доминацией над противником. Второе место уйдет за Этернити. Ну а дальше, что касаемо Гоупро и Констапов, там уже ребята сами решат. Я даже, честно говоря, не знаю, кого там поставить на третье, кого поставить на четвертое место, но я думаю, что где-то там они именно таки будут. И кому больше повезет, тот станет бронзовым призером данного межкланового чемпионата. Ну и также хотелось бы, наверное, таки сказать, то, что для меня данный межклановый чемпионат по уровню игры, как я считаю, намного-таки, намного-таки менее скиллозависимый, нежели предыдущие межклановые чемпионаты. Возможно-таки подготовка не такая серьезная происходит, да и сами вы все понимаете, что большинство игроков скилловых, кто-то отстраняется, кто-то уходит из проекта и потихоньку скилл в данных больших турнирах падает. И, наверное-таки, для меня данный межклановый чемпионат является вот самым слабым по скиллозависимости, если сравнивать его с одиннадцатым, с десятом, с девятым межклановым чемпионатом. Поэтому вот такой вот видеоролик у нас, друзья, сегодня получился. Если вам понравился, если вы еще, например, не подписаны, то обязательно подписывайтесь, поддерживайте данный видеоролик лайком, пишите в комментарии, за кого вы приобрели краску и как вы считаете, кто выиграет. Мое мнение целиком и полностью за командой Пингвины, и я верю в этот коллектив, который должен тотально доминировать и выигрывать в данном замечательном межклановом чемпионате. С вами был мистер Ванька, спасибо, друзья, всем за просмотр, всем удачи и всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok